Здравствуйте! Меня зовут Антон Деркач и сегодня расскажу вам о легочной гипертензии. Что такое легочная гипертензия? Легочная гипертензия это группа заболеваний, характеризующаяся стойким повышением артериального давления в системе легочной артерии. Легочная гипертензия бывает как первичная, возникшая по неизвестным причинам. Ее еще называют идиопатическая артериальная легочная гипертензия. Или вторичная легочная гипертензия, когда она возникает на фоне других заболеваний, как правило заболевания сердца или легких. Если говорить о заболеваниях сердца, то это как правило врожденные пороки сердца, например, синдром Изин-Менгера, трехкамерное сердце, когда отсутствует межжелудочная перегородка и кровь смешивается в общем желудочке. Если говорить о заболеваниях легких, то это заболевания, связанные с постоянной гипоксией. Это хроническая обструктивная болезнь легких, хоббл, тромбом болезни легочной артерии тела, интерстициальная болезнь легких, ИБЛ, ну или фиброз легких, какие-нибудь аутоиммунные заболевания, которые вызывают поражение сосудов легких, например, или обсеменение тромбами диффузное легочного дерева артериального. При стойком повышении давления в легочной артерии повышается нагрузка на право отдела сердца, на право желудочек. Он гипертрофируется, дилетируется, и пациенты, как правило, умирают именно от право желудочковой сердечной недостаточности, от отеков легких. Существует целый комплекс диагностических мероприятий, которые могут помочь нам выявить легочную гипертензию. К этому набору диагностических мероприятий относятся ЭКГ, ЭХКГ, в частности, трансторакальная или трансэзофагиальная эхокардиография, спиральная томограмма, рентген грудной клетки и катетеризация легочной артерии. В этом случае катетер вводится через артерию коротис в правый желудочек и из него через легочную артерию в легкие. Эта диагностическая процедура позволяет отдифференцировать легочную артериальную гипертензию от легочной венозной гипертензии. Это важно, потому что у этих заболеваний совершенно разное лечение, как вы понимаете. Существует классификация, состоящая из четырех функциональных классов. Если на первом функциональном классе возникает легкая отдышка и незначительная клиническая картина, то на четвертом функциональном классе отдышка возникает даже в покое. По результатам эхо КГ мы можем обнаружить уровень давления в легочной артерии в норме. Он не превышает 16 мм рт. ст. В случае легочной гипертензии он может повышаться до 50 и больше. Лечение. Что мы можем сделать, чтобы помочь пациентам с этой патологией? Ну, конечно же, мы будем воздействовать на то заболевание, которое, собственно говоря, и привело к развитию легочной гипертензии. Если это, например, ТЭЛО, то мы даем антикоагулянты, к ним относятся гепарин, клексан, варфарин. Даем мочегоны, чтобы снизить ОЦК и разгрузить право отдела сердца. В случае высокой дыхательной недостаточности даем кислород, кислородотерапию, оксигенотерапию по-научному. Чем раньше мы обнаружим это заболевание, а оно особенно успешно диагностируется при совместной работе кардиологов и пульмонологов, тем благоприятнее прогноз для пациента. Если давление стало высоким и стойким, не поддающимся терапии, то прогнозы неблагоприятные такие пациенты, как правило, живут не больше пяти лет. Поэтому в наших с вами возможностях обнаружить как можно раньше это заболевание. Начинается оно с неспецифических симптомов, как одышка неясного генеза и в конечном итоге возникает кровохаркание. Поэтому если вы обнаружите такой диагноз, сразу же отправляйте пациента на АХТГ в частности. Также эффективно применение препаратов, расширяющих артерии, так как при ряде причин, вызывающих легочную гипертензию, разрастается один из слоев сосудистой стенки. И таким образом сужается просвет сосудов в легочном дереве артериальном. Крови тяжело пробиться через суженные сосуды, поэтому сердцу приходится с большим усилием работать, чтобы протолкнуть кровь. Ну и вся клиническая картина, собственно говоря, из-за этого возникает. Я рад был с вами поделиться этой информацией. С вами был Антон Деркач. Смотрите следующие выпуски. Спасибо за внимание.